Я продолжаю путешествовать по Дагестану. Предыдущие два выпуска были посвящены Махачкале. Следующий выпуск был посвящен природным достопримечательностям. Каньоны, бархан, горы. А сейчас мы с вами отправились в древнейший город Дагестана, России и мира в целом. Дагестан В Дербент мы добирались из Махачкалы на автомобиле. Расстояние 125 километров. Дорога идет вдоль побережья. Но на километраж можно не смотреть, потому что практически на всем участке идет ремонт дороги. И просто стоишь в пробке. Рассчитывайте на то, что ехать придется долго и медленно. Мы с вами в Дербенте, городе, который был основан задолго до Москвы и многих великих российских городов. Дербент был основан в 438 году персидской династии. Если вы никогда не слышали о Дербенте, Дербент это город, который находится в Дагестане. О Дагестане вы услышали точно. И он ни много ни мало самый древний город Российской Федерации. Кто-то говорит, что Дербенту 5000 лет. Кто-то говорит, что ему 2000 лет. Каждый берет за дату начала его существования постройки, какие-то находки, раскопки. Но реально сейчас возраст города определяют по непрерывному проживанию в нем населения. Помимо того, что Дербент является самым древним городом, он еще является и самым южным городом России, находясь на границе с Азербайджаном. Дербент не всегда был российским городом. Он вошел в состав России после заключения мирного договора между Персией и Россией в 1813 году. Почему именно этот город имеет такую долгую историю? Если вы посмотрите на карту сверху, то можете увидеть, насколько удобным было его стратегическое расположение. Здесь проходил торговый путь, где с одной стороны у вас было Каспийское море, с другой стороны Кавказские горы. На протяжении всей своей истории город менял свое название и владельцев. Он был персидским, арабским, монгольским, тимурдинским и шерванским. А после этого, как мы уже знаем, российским. И сейчас я нахожусь в древней крепости или древнем городе. Если вы хотите пройти вдоль стен по кругу, то вам придется преодолеть 3600 метров или 3 километра 600 метров. Весь маршрут по кругу у вас займет около 40 минут. Ну и, конечно, возле многих углов этих стен вам будет хотеться сфотографироваться. И чтобы вы понимали, что вам предстоит, если вы боитесь высоты, смотрите, вот здесь высота метров 8. Ширина вот этой дорожки вдоль стен около метра. И она еще сужается. Во многих моментах приходится прям краситься. Нарынкала крепость, в которой мы сейчас с вами находимся, была возведена в VI веке. Позже, в VIII веке, в старом городе Дербента, который входит в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, была построена Джума-мечеть, которая является самой древней во всех странах СНГ. Нарынкала была частью оборонительной системы. В ее современном виде она была сформирована при самом могущественном царе династии Сассанидов Хасрови Анушервани. Каменные стены крепости, которые мы сейчас видим, сохранились очень хорошо. Во многом они и сейчас определяют облик старого города. Здесь мало декоративных элементов, что говорит о его суровом древнем образе. Из крепости в город ведут 211 древних ступеней. Со стен крепости вы можете посмотреть на город сверху и представить, каким он был в разные века. А спустившись по древней лестнице в старый город, вы уже сможете посмотреть на крепость снизу, как когда-то это делали жители этого поселения. Я упомянул про Сассанидов. Кто это такие? В третьем веке нашей эры была образована Вторая Персидская империя на территории современных Ирака и Ирана. Именно при Хасрове Первом, который построил Дербенскую крепость, государство Сассанидов достигает наибольшего расцвета. А теперь представьте, стоя в стенах этой крепости, являющейся частью России, что когда-то она была частью Персии. Именно здесь древние торговцы платили пошлину для того, чтобы проехать по торговому пути. Продолжение следует... Ну и в конце не могу не сказать о послевкусе от посещения Дербента. Из плюсов определенная его архитектура, необычные домики и плотность застройки старого города. Именно старый город очень самобытный и не похож на другие города России, в которых я был. Море. Да, оно есть. Да, его видно из крепости. Да, его здесь много. Но рекомендовать его к купанию я бы не стал. При большом потоке туристов, которые сейчас едут в Дагестан, на пляжах людей немного. И это, в принципе, легко объяснить. Хорошо оборудованные пляжи со всем необходимым найти очень сложно. Везде на дорогах ремонт. Вдоль пляжей идет стройка. И в городе хаотичная застройка. Что в целом создает ощущение дискомфорта. Говорить о Дербенте, как и о Дагестане, в целом, как о курортном месте с пляжным отдыхом, пока очень и очень рано. Для меня Дагестан — это горы, сумасшедшие виды и история. Дагестан — это горы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова